Вам нужен загранпаспорт, да? Ребёнка. До 14 лет. Трёхлетний Святослав готовится к своей первой зарубежной поездке. Весной бабушка с дедушкой обещали свозить его в Турцию. А туда без загранпаспорта даже малышам нельзя. Чтобы оформить документ для сына, Андрей Дагадов привёл с собой ребёнка, захватил свой загранпаспорт и его свидетельство о рождении. На самом деле вот здесь, в этом помещении, у нас есть возможность одновременно сделать фотографию и заполнить анкету, и подать документы всё в одном месте. Такой центр, на самом деле, замечательный выход. Тем более, что вот наша семья многодетная, есть возможность по времени, мы всегда ограничены, а собирать справки всегда сложно. Загранпаспорт своего сына Андрей Дагадов сможет забрать уже завтра. До конца февраля региональное управление Федеральной миграционной службы реализует пилотный проект. Все жители области, которым ещё нет 14, могут воспользоваться этой услугой. Правда, речь идёт только о загранпаспортах старого образца, который делают на 5 лет. Взрослые тоже могут прийти в новый отдел паспортно-визового сервиса за загранпаспортом, но им придётся ждать 30 суток, чтобы оформить документ. В отношении детей и взрослых существуют разные административные процедуры. Как вы знаете, после подачи заявления осуществляются проверки. Для детей предусмотрены две проверки, а для взрослых до 8-9. Поэтому в отношении детей мы сейчас реализуемся достаточно успешно, в отношении взрослых мы ещё обсуждаем эти возможности. Впрочем, уже скоро, по словам начальника отдела, здесь будут принимать документы и на загранпаспорта нового поколения. Оборудование частично уже привезли. А в перспективе сотрудники УФМС планируют заняться даже выездными оформлениями загранпаспортов. То есть будут выезжать в организацию и там оформлять документы. Как руководители организации, наверное, они будут не заинтересованы в том, чтобы работники отпрашивались с работы в рабочее время для оформления документов. И, наверное, тоже запустим пилотный проект по отправке наших сотрудников непосредственно в эти организации, где с помощью специальных технических средств будет приниматься заявление на приёмку этих документов. Кстати, за первую неделю реализации проекта «Загранпаспорт детям за сутки» документы для своих чат оформили десятки владимирцев. Весной сотрудники УФМС подведут итоги своей акции, чтобы понять, нужно ли продолжать эту работу. Не исключено, говорят в управлении, что и для взрослых граждан попробуют сократить время оформления загранпаспортов. Но это пока в планах.